У нас солнечно, почти 11 часов, 20 градусов. Сегодня с утра тоже тепло, но ветер холодный. И я сегодня иду в свой сложный каменистый садик, хотя очень любимый. Потому что там интересно возиться, но времени занимает много, поэтому я не буду его терять. Пойду сразу работать. Нравится мне сейчас этот участок. Нарциссы, эскемия, морозники. Распустились. Вот эти развернулись к солнышку. Такие же шикарные кустики. Вот он, мой каменистый садик поближе. Вот эта часть у меня более заросшая, потому что здесь было раньше все посажено. Здесь уже растения, такие развитые подушечки. А тут, видите, сколько сорняка. У меня здесь были тоже дробленые веточки. Я их убрала. И вместо этих веточек посадила тоже почвопокровные. Но пока еще они не сильно развиты. Поэтому сорняк, хоть он и красивый, красиво цветет. Он здесь распространился, конечно. Сейчас буду добывать свои растения, чтобы их было видно. Вот эти в цветении идут. Уберу сорняки. Тогда будет понятно, опять же, что у меня здесь растет. Вообще, за этой горкой, получается, я слежу ранее весной. Среди лета чищу. И осенью. Ну, как и весь сад, вычищаю. Много камней сюда вкопала. Прошлый год у меня такой был насыщенный в этом плане. И дорожки, и камни. В общем, работаю. Вдалека вам показывала клён. Своя Мираль Клейс. Вот он свисает тут над водой. У него остались вот эти вот листочки сухие с прошлого года. Сейчас я это всё уберу, чтобы аккуратно всё смотрелось. И тут уже новых очень много. Вот. Всё это скоро распустится. Клёны не торопятся быстро распускаться. Вот так листочки убрала, как смогла. Больше ничего не буду делать. В принципе, стрижка здесь была. Осенью. Всё так и оставляю. Почистила кусочек. Там, где были сорняки, натыкала своих любимых. Все домов. Отогнутых. Тут у меня бриета. Вот так уже цветёт. Это я и семян высаживала. Ну и тут всё. Вырисовываются подушечки. Всё, сделала этот участок. До сосен. На штампах. Трудно, но интересно работать. Потому что каждый раз что-то новенькое находишь. В этих посадках я всё время чищу и на что-то подсаживаю. Оно потом разрастается, либо не разрастается. Тоже находишь. Вот такие вот усердные различные. Флуксы шлавины. Вот. Кровотычинь, который я показала. Тоже здесь цветёт. Вот такие молодилы. Каменки. Различные. В общем, тут находишь такие алмазики. Как будто на раскопках каких-то. Вот это гимосперма. Да. Тоже себе дом. Прикольно. Я сначала думала, что он будет капризный. Маленький. И не будет выдерживать зиму. Но наоборот, он хорошо так развивается. И всю зиму оставался вот таким интересным седом. Вот. Камни ломки. Что тут ещё? Армирии. Вот такие же у меня большие шапки. Вот это всё флуксы. Тоже интересные. Всё. У меня много различных малышей. Это тоже Армирия. Название не буду писать. Тоже очень долго это дело. Вы можете посмотреть в плейлисте. По ссылке моей. И там я когда получала, я писала, где я их заказывала. И там все названия есть. Так что кому интересно, можете там посмотреть. А я перехожу на этот участок. Сначала справа от дорожки. Сейчас вычищу. А потом уже перейду туда. Вычистила дорожку. Вычистила. Всё с правой стороны. Тоже у меня тут много интересного посаженного. Вот этот чабрец. Я его стригла. Это тоже очень увлекательное занятие. Оказывается, чабрец очень хорошо стрижётся. Потом держит форму. И интересные фигурки можно делать. Вот такие вот. Молодила. Камеломки. Здесь все дома. Опять же, это Армерия, которая мне очень нравится. Бордового цвета. Здесь поближе. Хочется добиться вот таких ковриков. Когда всё плотно, тогда я здесь практически ничего не делаю. Коврику только убрала. Те молодила какие. Везде есть эти коврики. Я подсаживаю, подсаживаю. И когда-то будет. Здесь я закрываю нашу трубу, которая идёт в пруд. Наполняет его. Это шаловидные флоксы. Вот так. Тоже я их стригла. Тоже они прикольные стрижки. Ну и тут тоже самое. Это цена. Я когда-то про неё рассказывала, показывала. Видите, у неё сверху листва жёлтые, а там внутри зелёненькие идут. Вот так вот у меня тут. Вот это виола какая-то там. Тут все дома раздут. В общем, если приглядываться, тут много чего есть. Но я сейчас буду переходить на эту флоксу. У меня спрашивали. Ну, во-первых, тут вот Эрика. Смотрите, тоже какая она шикарная. Белая. Специально покупала Эрику. Потому что Эрики, да, у меня они хорошо растут на нашей почве. Здесь у меня в камнях тоже чабрец и шаловидный флокс. Скоро тоже будет свисти. Там вот камнеломка уже изжила, видимо, себя. Тут у меня молодила. Ну, в общем, я тут пыталась что-то подсаживать, но земли мало, поэтому так, а тут я покажу позже, когда я почищу. И у меня спрашивали про азалии. Есть у меня азалии. Вот в таком виде. Вот эта азалия в прошлом году отсушила ветку. Я её убрала. Вот она осталась. Она её нарастила. Нравится мне больше всего вот этот кустик, потому что он самый, на мой взгляд, здоровый, живучий. Цветение разное. Какая-то роза, какая-то красная. С этим кустиком всё в порядке. Хорошо он зимует. Ну, и, видимо, их тоже надо будет подкислить, как рододендроны. А вот это у меня тоже, я думала, что это азалия. Это написано, что тоже это рододендрон. Только вот такой он мелкий. Ну, и тоже, в общем, не очень хорошо развивается. Вот такие у меня азалии. Кто-то спрашивал, интересовался. Там уже всё без сорняков. У нас ветер сильный, а я здесь ещё решила убрать. Я в прошлом году тут вкапывала вот эти камни и делала пересадку. А вот, а теперь мне надо эти все камни поправить. Сорняк я уже убрала. Посмотрим, как это всё будет дальше развиваться. Пока не очень, потому что всё пересажено было. Направила камни. И тут всё вычистила. Тут тоже есть такие красивые коврики. Азалия такая полулистопадная. Вот такая камнеломка есть. Здесь под азалией видите, как валовила растут. Это тоже камнеломка. Камнеломок столько, что глаза разбегаются. Вот тут молодила лучше выглядит, чем там. Посмотрим. Пока только пересадила. Так, эрика, арабис. Сейчас всё полью. Потом ещё расскажу, какие хвойные тут растут. Пролила. Сразу всё заиграла яркими красками. На фоне чёрной земли всегда растения выигрышно смотрятся. поэтому люблю поливать после того, как заканчиваю работу. Смотрите, как всё ярко, красиво. И моя тень. Сейчас буду так снимать как-то, чтобы меня не было видно. начнём отсюда с этой ёлочки. Ёлочка Соня. Должна расти небольшой, поэтому у меня здесь она и посажена. Мне здесь нужны только низкорослые подушечки. Как вы видите, у меня их там достаточно. дальше рихини формис. Сизоватые листва. Вот так вот. Тоже компактно растёт. И ещё одна ёлочка. Я их одновременно высаживаю все. Дендр корона будет. с жёлтыми приростами. Это можжевельник стрижки. Это сосна на штамбе. Жан Клуис. Обзвание напишу. Такая вот шапочка. Всё вычищено ещё осенью. Следующая сосна Шан Три Блю. Голубой окрас. Они у меня сформированы. Дальше сосна сосна Афир. Тут видно, что я обрезала ветки, чтобы сохранить красивую форму. Сна Карстенс Винтергут. очень жёлтая листва хвоинки. Огонюк. Дальше сосна Мозыри. и длинные хвоинки и короткие. Ещё и кучерявые. Очень красивая сосна. Дальше Саншайн. Наконец-то у неё такие красивые большие приросты. Потому что она долгое время сидела у меня и болела. Тоже очень красивый окрас. За это и ценится. Внизу пихты подушка видная. Это цис. разрастается в ширину. Это пихо растёт вверх. Пока с ним ничего не делала. Но если будут сильно разрастаться то буду ограничивать ширину. диаметр. И пихта бриллиант. С неё собственно говоря всё началось. Эти подушка видные я купила по-моему в одном месте. Бриллиант у меня была и она погибла одна. А эта вот здесь прижилась. Очень хорошо всё чувствует. Так что вот эти пихты мне очень нравится. прям коллекционные красивые пихточки. И ёлочки на штамбах. Это у меня благо голубенькая. Это сметана. Голубенькая. му на штамбах. ещё поддерживается штамб. Потому что тоненький. А здесь уже нет. Уже держит шапку. И И сильверцверк, тоже елочка, голубая, и зеленые приросты есть, в общем, смешанные цвета. Люблю свой каменистый садик, за то, что у меня здесь растут коллекционные растения, и моя задумка уже осуществляется. Плюшки разрастаются почвопокровные, и становится все очень красиво в камнях, скоро это все обрастет и соединится. Тогда будет меньше сорняков. Уже в этот раз я работала здесь намного быстрее. Саживаю перец, это последний мой сладкий перец. Белка, нельзя. Белка, нельзя. Болгарский сорт. Высадила сладкий перец, полила, весь участок полила. С декоративными растениями. У меня сегодня праздник. Я закончила убирать сорняки. Такой марафончик получился. Все цветет. Все красивое. Барбарисы все уже в листве. Так, время быстро бежит. Все так быстро распускается. У нас подушечки уже, сидушечки на месте. Муж мне там тоже сорняки убрал уже под томаты. Пока я работала, тут много нарциссов распустилось. Смотрите, кроссовочки. Здесь тоже нарциссы. Порадуюсь какое-то время. Пока все чистое. И круг мой зарастает. И в пруду мы рыбок уже видели. А здесь у меня гиацинтовый рай. Смотрите. Как красиво. Впервые они у меня так хорошо цветут. Все таки каждому растению надо время. Для того, чтобы они хорошо прижились. И потом показали себя в всей красе. Тут у меня тоже. Я вам уже там все показывала. Красиво мне нравятся. Там нарциссы. Морозники. Искимия. И здесь у меня морозники. Что тут будет. Опять 30 точек. Видите? Там еще внизу. Тут какие красивые. Там я вам показала. В общем, все полито. Завтра вроде бы будет уже прохладнее. Ветер чувствуется холодным. Вот так я поработала. Сегодня у меня отличный результат. Можно двигаться дальше. Но с сорняками на какое-то время я покончила. Все. Всем пока. До зустричи. Взошла в прихожую. У меня тут просто красотища. Неимоверная. И вот какой распускается. Ммм. Какой красивый. Лимонный лавровый лист. Все у нас на балконе уже. Потеплело. И уже несколько дней как вынесли. Ну вот. Смотрим теперь сверху. Круг еще, конечно, не зарос. Но нет сорняков. И это здорово. Все. Всем пока.